Теперь о распродаже в музее оружия. Танковый музей Норманди выставляет свою коллекцию на торги. Так организация решила подзаработать. Из-за кризиса с туристами деньги больше не текут рекой. Теракты во Франции отпугнули путешественников, зато теперь любой желающий сможет приобрести тяжелую артиллерию, кстати, в рабочем состоянии. Уже 18 сентября с молотка уйдут порядка 40 машин. Вполне себе. Ходит и стреляет танк «Шерман» 1944 года. Один снаряд для него весит больше 3,5 килограммов. Боеприпас вылетал из ствола быстрее пули со скоростью 1200 метров в секунду. Такая махина пробивала броневую плиту толщиной 193 миллиметра. Первоначально Минобороны США заказало 2100 таких машин. Их собирались распределить по британским, польским и канадским корпусам. Цена лота может достигать от 250 до 400 тысяч долларов. Давайте посмотрим на танк в действии, пусть и на игрушечном поле. Следующая в списке машина «Вилли» 1943 года. Родоначальник современных джипов выпускали машину несколько американских компаний. В том числе модель производил и завод «Форда». Всего за годы Второй мировой с конвейеров сошли более 650 тысяч автомобилей. Они отличались высокой проходимостью, скоростью. На шоссе могла машина развивать до 105 километров в час. Грузоподъемность махины 250 килограммов. Сам джип весит около тонны. Машины поставляли их в Красную армию, кстати, по Ленд-Лизу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok